У нас есть одно свидетельство. Брат Равиль хотел бы засвидетельствовать. Давайте мы его поприветствуем. Я верю, что его свидетельство, оно вдохновит сегодня каждого из нас. Пожалуйста. Приветствую Божий народ, собравшийся здесь. И на прошлое воскресенье проповедовалось слово о Лазаре, которого Иисус позвал из могилы. И во время этой проповеди я почувствовал, Господь сказал мне, вот это твое свидетельство. И это побудило меня быть здесь перед вами. Меня зовут Равиль, сам я из Нефтекамска, из Башкортостана. Значит, моя история такова. Покаялся я в 97-м году. Господь в один день в то время освободил меня от алкоголя, от мата и от курения. Это его чудо. С 10 лет я был с Богом, служил Ему. Пришло время, экономический кризис, заботы мира сего охватили меня. И я пошел за деньгами. Стал работать по вахтам. Это привело к тому, что я потерял зрение. Правый глаз мой не видел. Левый глаз, кто знает, минус 15 диоптрий. Последние 5 лет из-за этого я не мог найти работу. Не мог устроиться в работу. Сидел только дома. Каждый день пил, пьянствовал. И у меня были финансовые долги. По крайней мере, на январь 2001 года 850 тысяч. То есть к миллиону подходило. Приставы постоянно беспокоились. И все это меня доставало. И от безысходности я положил на себе крест. Все, ухожу в могилу, закрылся в этом склепе. И все отпустил впустую. И получилось так. Пришел ко мне Божий человек. Постучался в дверь. И сказал, как вот в случае с Лазарем. Равиль, выйди. Выйди из могилы. Он не стал входить ко мне в квартиру. Говорит, пойдем на улицу поговорим. Вышли на улицу, поговорили, пообщались. Он сказал, иди в Пермь на реабилитацию. Иди. Хорошо. В течение недели я размышлял, как мне с этим быть. И по Божьей милости в наш город приезжает эта евангелизационная группа «Год для Христа». Они приезжали с евангелизацией. И слава Богу, с ними я приехал на реабилитацию. С мая месяца, полтора месяца в Лунешках был. Потом в Ветлянах. И все это время те, кто знали меня, молились за мое зрение, за мою ситуацию. Первый отдых с мира случился тогда, когда приставы потеряв меня, они постоянно меня навещали, постоянно меня теребили. И тут я пропал. Меня не это... То есть они не могут меня найти. Они подумали, я в бега подался. Но до меня дошли сведения, что меня даже в розыск собирались подавать. И узнав они, что я нахожусь в Лунешках, за неделю до этого Господь переводит меня в Ветляны. Значит, в Лунешки приезжают... Они приезжают для того, чтобы меня привезти. И в Нефтекамске собирался суд вести, чтобы меня из-за моих долгов в места не столь отдаленные, чтобы я там отрабатывал эти долги. То есть получилось так, как будто я пришел в дом убежища Божий. В Лунешках через месяц эта женщина пришла, пристав, посмотрела, что я не в бегах, я нахожусь на реабилитации. Составила необходимую бумагу и сказала, я эти дела отдаю в суд, а что там будет в суд решать? Или тебя туда потащат, или, Божий милый, с тобой будет. Ну, говорит, будет решать суд. И там тоже опять продолжали молиться. Я сказал, Господь, я устал бояться всего этого, бегать от всего этого. Ты меня, Господь, ведешь, делай, что ты хочешь. Я все, я не могу. Успокоился в этом. По крайней мере, в сердце пришел мир. После реабилитации захожу на госуслуги и вижу, там пришла бумага о том, что был суд, и суд принял такое постановление, что я свободен от долгов. Это первое. Говорится, что Бог освободил меня от долгов. То есть задолженности у меня не было уже на тот момент. Дальше, после реабилитации я пошел на адаптацию. Сейчас нахожусь на адаптации, на маршрутной служу. Там дальше продолжали молиться за то, что помогли, благодаря, слава Богу, приписаться к поликлинике, которая была рядом. Врач тоже, как говорится, Господь через нее подействовал. Она три клиники обзвонила. То есть меня без пермской прописки с другой республики. Три клиники обзвонила, отказали, и в одной клинике только согласились. Это было в начале октября. На декабрь месяц есть место. Я говорю, хорошо, я согласен. То есть записали. И вот 23 декабря, в канун Рождества, это меня тоже очень оправдывало, в канун Рождества сделали мне операцию, и тот глаз, который... Раньше я ходил в очках. В очках. Видел только с этими очками, с одним глазом. Как Иисус говорит, видел людей, как деревья. Вот. После операции тот глаз, который до этого не видел, он стал меня видеть. Врачи сняли с мне очки, сказали, ходи пока, так без очков. Глаз после операции будет привыкать к работе, которая сделана. Второй глаз тоже в плане операции. И вот эти вещи Господь сделал. Я благодарю Его за это. То есть, как вот в случае с Лазарем, Бог сказал, выйди, иди. Я вышел и пошел. И слава Богу, что Бог верен. И Он, начавший свою работу в нас, в каждом из нас, не закончит ее до дня своего пришествия. Ему всегда слава вовеки. Аминь. Слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Равиль, спасибо вам большое за ваше свидетельство. Слава Богу. Это действительно показывает, что наш Бог по-прежнему меняет жизни людей, судьбы людей, и для Него нету ничего невозможного. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли сегодня над Божьим Словом, посмотрели, что говорит Священное Писание. И здорово, что уже на протяжении нескольких дней мы, как Российская Церковь, можем вместе поститься, молиться, искать Лица Божьего. И Церковь поставила какие-то определенные нужды, молиться за служителей, за какие-то определенные служения, за семьи. Но также у каждого из нас есть свои вопросы к Богу, и мы чего-то ожидаем от Бога. И, наверное, лучшее время, чтобы получить что-то от Господа, это когда мы действительно принимаем решение от всего сердца взыскать Его. И Бог по-прежнему говорит в нашем поколении. Вы знаете, я несколько раз убеждался в том, что Бог, Он действительно может проговорить к тебе, и для Него нету ничего невозможного. Я помню, как однажды в нашей церкви была одна семья, и они начали переживать очень серьезный кризис у себя дома. И эти люди были так очень дороги мне, цены для меня. И я помню, как я еще был подростком, я просто закрывался в своей комнате, и каждый вечер молился за эту семью. И помню, в очередной раз закрылся в кладовке, просто целый вечер проводил с той мыслью, переживал за эту семью, думал, как у них что будет, потому что они находились на грани развода. Я просто помню, что в своей молитве я взывал к Богу и просил Бога, чтобы он как-то вмешался в эту ситуацию. И вы знаете, и через короткое время я видел сон. Бог показал мне сон по поводу этой семьи. И во сне я видел, как они стоят всей своей семьей, он там на балкончике, поднимает свои руки, поклоняется Богу. Знаете, когда я проснулся, я получил для себя ответ, не переживай, твои молитвы услышаны. Бог имеет план на эту семью. И слава Богу, по сей день эта семья служит Богу, они в церкви, Бог сохранил их от развода. Для Бога нет ничего невозможного. Но к чему я это рассказываю? Когда мы располагаем свое сердце для того, чтобы взыскать Бога и просить Бога о том, чтобы он вмешался в ту или иную ситуацию, или чтобы он дал некий ответ. Послушай, у Бога есть ответы для каждого из нас. Кто-нибудь из вас помнит такого библейского героя, которого звали Даниил? Библия говорит в 10 главе. В Библии сказано, что Даниил постился на протяжении 21 дня. И там написано, что когда он постился, ангел Господень приходит к нему, и он говорит ему такие слова. Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, у Бога уже был ответ. И там потом написано, но князь царства Персидского восстал против меня. Вот интересно, знаете, мы порой постимся, мы порой молимся, и мы, может, не видим никаких ответов, но послушай, продолжая поститься и молиться, потому что с первого дня, как ты расположил сердце свое, чтобы стоять в проломе, искать Господа, получить, может, какие-то ответы от Господа, с первого дня, Библия говорит, как Даниил расположил сердце свое, у Бога уже был ответ. Но зачастую, может, мы с вами не видим, что происходит там, в духовном мире. Написано, что князь царства Персидского восстал против этого ангела, и ответ не мог прийти на протяжении 21 дня. Может, нам больше понадобится, может, нам надо поститься и молиться чуть больше, может, нам надо стоять в проломе чуть больше, но с первого дня, как мы располагаем сердце наше, у Бога уже есть ответ для каждого из нас. Если ты веришь в это, скажи вместе со мной Аминь. Я хотел бы, чтобы мы открыли с вами Луки, и я буду читать первую главу, и мы сегодня поразмышляем над одной историей. Здесь записано с 26 стиха. Библия говорит, Луки, первая глава, 26 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил, в шестой месяц, то есть от того времени, как Елизавета была беременной Иоанном Крестителем. Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, Радуйся, благодатная Господь с тобою, благословена ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов, его размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очереве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя и силы Всевышнего осенить тебя, поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодную, и она зачала сына в старости своей, и уже ей шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, Сера Ба, Господь, и да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел. Став же Мария во дни эти с поспешностью, пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарий и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнила Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. Давайте мы преклоним наши головы и коротко помолимся. Господь, мы благодарны тебе за твое слово, и мы просим тебя, чтобы ты сегодня говорил к нам через твое священное слово. Я молю о том, Господь, чтобы сегодня, выходя с этого места, мы действительно могли сказать, ты говорил к нам. Пусть твое слово будет простым и понятным, Боже, мы нуждаемся в тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, я хотел бы, знаете, с чего начать? Есть ли у кого-то из вас в жизни какое-то хобби? Я уверен, что каждый из нас мы чем-то увлекаемся. Кто-то увлекается шитьем, кто-то увлекается тем, чтобы просто элементарно может отдыхать дома, сидеть в кресле, читать какую-то книжку. Кто-то отдыхает, может, когда выезжает куда-то на природу, катается на лыжах. Но у меня есть мое хобби. Мне очень нравится лес. Я очень люблю, когда я провожу время в лесу. Мне нравится, когда у меня есть возможность выехать куда-то в лес. И те, кто меня хорошо знают, они знают, что я могу уйти на целый день. Зачастую я прохожу по 30, а то и более километров за день, просто наслаждаясь лесом. Мне нравится, когда я прихожу в лес в виде диких животных. Мне нравится смотреть за птичками. Мне нравится дышать этим свежим воздухом. И просто, когда я нахожусь в лесу, я понимаю, телефон не работает. И это мое время, когда я могу просто общаться с Богом, когда я могу просто открывать свое сердце перед Ним, когда я могу просто наслаждаться всем тем творением, которое Господь сотворил. В лесу я отдыхаю. И вот, наверное, у каждого из нас есть свое хобби. И вы знаете, как-то однажды у меня был такой случай. Я однажды зимой пошел в лес. И, наверное, каждый из нас, мы знаем, что у нас на Урале выпадает очень много снега. И вот я помню, однажды решился пойти в лес. В лесу было очень много снега, по колено, а то где-то местами и выше. И я ушел где-то примерно на часа два, два с половиной. Ушел, дошел до точки одной. И думаю, надо разворачиваться, потому что сил больше нет. И вот когда я начал идти обратно, настолько было тяжело идти, потому что у тебя очень много одежды на поверх тебя. И когда ты идешь обратно, тебе очень тяжело. Это как некий спортзал начинается. И вот я иду обратно, запыхаюсь и думаю, надо уже что-то с этим делать. И понимаю, что на дорожку я уже сам не выйду. И вдруг я вспоминаю, что у меня в кармане лежит рация. Я ее первоначально брал с собой на всякий случай, чтобы она была. Если вдруг какая-то ситуация, я мог выйти на связь, и чтобы кто-то меня мог вытащить с этого леса. И вот когда я нахожусь в этом лесу, достаю эту рацию, начинаю выходить на волну, и на связь выходит мой друг. Я объясняю, где я нахожусь. Он садится на снегоход, приезжает за мной в этот лес, прямо туда, в эту, как сказать, ну, прямо туда, где лес был, заходит по моим следам, вытаскивает меня, и обратно, когда я уже ехал, вы знаете, я ехал и думаю, слава Богу, есть вот этот вот спаситель, мой друг, который примчался за мной на этом снегоходе. Но вы знаете, очень важно, чтобы вот рация, которая есть у тебя, чтобы ты мог выйти на связь с кем-то, тебе нужно поймать нужную волну. Если ты не сможешь поймать нужную волну, то два человека, они не смогут соединиться. И очень важно, чтобы сегодня, особенно в это время, поста и молитвы, чтобы мы сегодня, если мы действительно хотим приблизиться к Богу, получить какие-то ответы от Бога, очень важно, чтобы сегодня мы выбрали нужную волну и подсоединились к Богу на нужную волну. То есть одно дело иметь просто рацию, но другое дело, нужно присоединиться к правильной волне для того, чтобы выйти на связь. И вот особенно, когда сегодня происходит этот пост с Даниилом, у каждого из нас есть какие-то свои вопросы, у каждого из нас может есть какие-то свои нужды, которые мы ставим пред Богом, но очень важно, чтобы сегодня помехи, которые есть в нашей жизни, может быть, это суетан, может быть, это какая-то горечь, может быть, это может неправильно какое-то отношение к родным, близким, к людям, которые вокруг нас. Очень важно, чтобы сегодня мы эти помехи убрали с нашей жизни и подключились к нужной волне. Вы знаете, не так давно мне приснился сон. Я не буду вдаваться в какие-то подробности в этом сне, но то, что меня зацепило, о чем я долго размышлял после этого, так это то, что в этом сне я как будто бы летел на самолете, и вдруг мне пришло такое желание, было бы интересно просто порулить, сесть за штурвал. И вот когда я сажусь за этот штурвал, я слышу позади себя голос, и этот голос говорит, ты только слушай, и придут благословения, ты только слушай. Братья и сестры, но одно дело слушать, а другое дело, как слушать, если не услышать. Очень важно сегодня услышать то, что Бог сегодня пытается проговорить к нам. Если мы действительно хотим увидеть Божьи благословения в нашей жизни, если мы действительно хотим увидеть Божьи ответы в нашей жизни, нам нужно услышать то, что Бог сегодня пытается проговорить к нам. но для того, чтобы слушать, нам нужно сегодня услышать. Я хотел бы сегодня оставить просто несколько советов, которые, мне кажется, они фундаментальные, они очень простые, они очень банальные, но это то, что сегодня поможет каждому из нас приблизиться к Богу и услышать то, что Бог сегодня говорит к нам. И чтобы услышать, нам нужно настроить свое сердце. Чтобы услышать, нам нужно настроить свое сердце. И первое, о чем бы я хотел сказать, Знаете, когда мы приходим в Дом Господень во время прославления, во время поклонения, очень важно, чтобы мы сконцентрировали свое внимание на Боге. Очень важно, чтобы во время прославления, поклонения мы не смотрели по сторонам, мы не смотрели на кого-то, мы не обращали внимания, может быть, на какие-то свои проблемы. Но все наше внимание, оно должно быть на нем, потому что он на этом месте. Я помню, как я однажды разговаривал с одним братом, и он говорит, ты знаешь, у меня не получается во время прославления поклоняться Богу. Я говорю, почему? Он говорит, ну ты знаешь, я вот смотрю, там одна хорошая сестра, там одна хорошая сестра, у меня глаза открыты, я смотрю, как они поклоняются, они такие хорошие. Я говорю, ну вообще-то во время прославления, поклонения, лучше закрывай глаза и концентрируйся на Господе. Братья и сестры, знаете, кто-то концентрируется на ком-то, кто-то концентрируется на каких-то проблемах, но очень важно, когда мы приходим в Дом Господнем, сделать все возможное с нашей стороны, чтобы сконцентрировать свое внимание на нем, на том, который достоин всей славы, на том, который желает проговорить к тебе. Второе, на чем я хотел бы обратить наше с вами внимание, возможно, знаете, как в Библии написано, что когда ты идешь в Храм Господень, то будь готов к слушанию, нежели к жертвоприношению. И очень важно сегодня, когда мы приходим сюда, может, на богослужение, в Храм Господень, важно, чтобы мы были внимательными к тому, что Бог сегодня хочет проговорить нам через свое Священное Писание. Зачастую, когда мы приходим, бывает такое, что наш телефон, он не умолкает, кто-то пишет нам, кто-то пытается решать какие-то свои рабочие моменты во время служения. Вдруг ты видишь, кто-то что-то выставляет очень интересное в Инстаграме или в социальных сетях, и это нужно проверить. Библия говорит, когда ты идешь в Храм Господень, когда ты идешь в Дом Божий, будь готов к слушанию, потому что это время, когда Бог хочет поговорить с тобой. И очень важно, чтобы все твое внимание, оно не было на второстепенных вещах, но оно было на Слове Божьем. И послушай, когда ты приходишь для того, чтобы услышать, то Бог будет говорить тебе через свое Священное Писание. Третий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Он очень банально, очень простой, но я верю, он очень фундаментальный. Библия говорит, чтобы мы проводили время со Словом, чтобы мы пребывали в Слове. Библия говорит, чтобы мы не отходили от Слова Божьего. И очень важно, чтобы наш день, он начинался со Слова Божьего. Очень важно, чтобы мы начинали наш день и заканчивали день с общения с Господом. Очень важно, чтобы мы начинали и заканчивали день с того, чтобы просто размышлять над Божьим Словом. Это фундаментальные вещи, это, наверное, самые простые вещи, но это вещи, которые помогут нам настроить наше сердце для того, чтобы получить ответы от Господа, для того, чтобы услышать сегодня голос Божий в нашей жизни. И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, я верю, что многие из нас сегодня это делают, это пост. Как уже сегодня пастор Александр говорил про пост, я хотел бы, чтобы мы также открыли с вами Исаию 58 главу. Исаия 58 глава, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на один момент. Здесь записаны такие слова. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души своим, а ты не знаешь. У народа Божьего появляется вопрос. Мне говорят, Бог, мы в принципе выполняем пост. Мы в принципе постимся, но ничего не происходит в нашей жизни. Мы в принципе смиряем души свои, а такое чувство, как будто бы ты не замечаешь, ты не видишь нас. И тот ответ, который Бог говорит в этой главе, 58 главе, интересно, что он упоминается в начале главы и в конце главы. Здесь написано, вот в день постава вашего вы исполняете волю вашу. Интересно, что вопрос, кому ты будешь служить, чью волю ты будешь исполнять, свою, плотскую, греховную, или же Христову в своей жизни, он остается на протяжении всей твоей жизни. Помните момент, когда Христос молился, и Он говорит, да будет не моя воля, но твоя воля. Послушай, каждый день в нашей жизни нам нужно будет задавать себе вопрос, чью волю я сегодня буду исполнять в этом дне. И особенно, когда ты постишься, когда ты смиряешь душу свою, когда ты пытаешься получить какие-то ответы от Господа, когда ты пытаешься подсоединиться на волну Божью, очень важно, чтобы в этот день ты не исполнял свою волю, но исполнял волю Божью. Интересно, что в 58 главе, как я уже сказал, эта глава начинается с вопроса воли, и она заканчивается с вопроса воли. Мы это увидим чуть позже, но здесь написано, я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами, здесь написано 6 стих. Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных в виде в дом. Когда увидишь ногово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Интересно, что когда мы читаем вот эту вот всю главу, то мы видим, Бог говорит про отношение к другим людям. Казалось бы, когда ты постишься, это тебе, ты проверяешь свое сердце, это да и аминь. Но в тот же самый момент Бог говорит, послушай, у вас есть люди, которые работают на вас, у вас есть рабы, которые работают на вас. И Он говорит, послушай, развяжи узы ерма, сделай все возможное, чтобы отпустить этих измученных на свободу, сделай все возможное, чтобы убрать всякое ермо. Потому что мне не нравится, когда ты пытаешься искать меня, смиряться передо мной, но в это же самое время у тебя нету никаких отношений с людьми вокруг тебя. У тебя испорченные отношения, у тебя стоит неправда между тобой и, может, другими людьми. И Бог говорит, развяжи это все, мне не нравится, когда есть некая неправда, когда у тебя нету, может, каких-то нормальных, хороших отношений с людьми вокруг тебя. И потом Он говорит об отношении к ближнему своему. Бог говорит, я хочу, чтобы ты позаботился о тех, кто, может, сегодня не имеет чего-то. Я хочу, чтобы ты стал благословением для кого-то. Очень важно, чтобы в этот день поста мы просто посмотрели, а есть ли сегодня в моей жизни люди, с которыми я попортил отношения? А есть ли сегодня в моей жизни люди, с которыми у меня нету никаких отношений? И вот Бог сегодня призывает в этот день поста восстановить эти отношения. Может, сегодня в твоей жизни есть люди, с которыми ты поссорился и долгое время нету никаких отношений? И ты пытаешься искать Бога, ты понимаешь, что где-то со своей стороны ты неправ по отношению к этим людям. Послушай, если ты хочешь получить ответы в свою жизнь, если ты хочешь, чтобы Бог действовал в твоей жизни, тебе нужно, как Писание говорит, разрешить оковы неправды. Казалось бы, пост это обо мне, проверить меня. Но Бог почему-то очень много раз упоминает в этой главе, чтобы мы посмотрели о своем отношении к своему ближнему. Ты действительно хочешь, чтобы ответы Божьи приходили в твою жизнь? Пересмотри свое отношение к ближнему своему. Интересно, здесь дальше написано. Тринадцатый стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, то есть в этот день поста, от исполнения прихотей твоих, во святой день мой, и будешь называть этот день поста, субботу, отрадуясь святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь его тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и Господь говорит, я возведу тебя на высоту». Вопрос воли. Чью волю мы исполняем? Что сегодня происходит, может, в эти дни поста? Чью волю ты исполняешь? Знаете, когда действительно наступают какие-то тяжелые вопросы в нашей жизни, моменты, мы знаем, куда бежать, мы знаем, кому обращаться к нашему Господу Иисусу Христу. Но очень важно, чтобы в эти моменты, когда мы действительно отклоняем какие-то, может быть, дела свои, может, не исполняем свою волю, очень важно, чтобы мы действительно поставили его в центре своего внимания и сказали, «Бог, особенно в эти дни, я не буду исполнять своей воли, человеческой воли, я буду исполнять твою волю, Христову волю, Боже, я буду жить для Тебя». Здесь написано, когда ты откажешься от прихоти своих, чтобы угождать твои прихоти и пустословить, когда ты откажешься, может, от каких-то повседневных, каких-то вещей, которые происходят в твоей жизни, но будешь делать все то, чтобы приблизиться ко мне, чтобы обратить свое внимание на людей, которые вокруг тебя, чтобы кому-то послужить, проверить свое сердце, тогда Бог говорит, ты будешь переживать радость, и я возведу тебя на высоты. Братья и сестры, если мы действительно хотим подсоединиться к этой волне Божьей, нам нужно пересмотреть какие-то вещи. И первое, о чем мы сегодня говорили, очень важно, чтобы сегодня, приходя в храм Господень, во время богослужения, во время этой службы, чтобы наше внимание было сконцентрировано на нем, не на каких-то второстепенных вещах. Второе, о чем мы сегодня говорили, очень важно, чтобы, когда мы приходим в Дом Божий, мы отклонили свои телефоны, отклонили какие-то свои дела, и просто были готовы к слушанию, что Священное Писание пытается проговорить к нам сегодня. Очень важно, третий момент, начинать наш день с того, чтобы просто проводить время в молитве, просто элементарно читать Божье Слово, просто общаться с Богом, заканчивать свой день с общением с Богом. Это вещи фундаментальные, но они помогут каждому из нас подсоединиться к волне Божьей. Вы знаете, давайте мы откроем с вами еще Исаию 6 главу. Вы знаете, мне очень нравится пророк Исаия, в последнее время я очень часто о нем размышляю, думаю, и мне нравится, что Бог делал в его жизни. Я уже как-то говорил про Исаию 6 главу, но я сегодня ее не буду перечитывать, я хочу просто обратить внимание на один стих. Вот интересно, что Исаия приходит в храм Господнен, у него проблемы в жизни, он не знает, что будет происходить в его будущем, и Библия говорит в 8 стихе здесь такие слова «И услышал я голос Господа». Я верю, что каждый из нас, мы хотели бы просто очевидно, ярко услышать Божий голос в своей жизни, особенно в то время, когда мы постимся, особенно в то время, когда у нас есть какие-то вопросы, может быть, какие-то цели на этот год, может быть, какие-то препятствия, которые стоят перед нами, и нам очень важно услышать, как Бог думает, что Он желает на нашу жизнь. И вот Исаия говорит, свидетельствует «И услышал я Божий голос». Вы знаете, где это произошло? Это произошло в храме Господнем. Меня вдохновляет Исаия, когда он приходит в храм Господнен, Бог показывает ему видение, он видит Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и в один миг жизнь пророка, она меняется. Если вы читаете главы до 6 главы, то они очень сильно отличаются от глав, которые после 6 главы. Почему? Потому что Бог начал говорить к нему там, когда он находился в храме Господнем. Но вы знаете, что меня вдохновляет? Бог начал говорить к нему не в тот момент, когда он занимался ничем, не в тот момент, когда он просто праздно проводил свое время, и ожидал, что вдруг однажды Бог проговорит ко мне. Но со своей стороны он сделал все возможное, чтобы приблизиться к Богу. И когда он оказался в храме Господнем, он говорит в 8 стихе «И услышал я Божий голос». Даниил сделал то же самое. Помните, я с него сегодня начинал. Написано, что на протяжении 21 дня он искал, молился Господу. И Библия говорит, что ангел Господень пришел и дал ему ответ. И мы помним с вами, что он дает ему откровения по поводу израильского народа, по поводу отдаленных дней. Это одно из самых мощных откровений, которое написано Даниилом. И мы читаем, и мы получаем много благословений с этого. Но это происходит именно в тот момент, не когда он занимался ничем, не тогда, когда он занимался повседневными, может, какими-то своими делами, угождал своей волей, исполнял свою волю. Но в тот момент, когда он это все отодвинул и принял решение, на протяжении 21 дня я буду искать и молиться моему Богу. И в этот момент Бог начинает говорить к нему. Послушай, посмотри, что сегодня можешь сделать ты со своей стороны, чтобы настроить свое сердце и подключиться к Божьей волне. Исаии пришлось быть в храме Господнем. Обстоятельства были такими. Но когда он пришел в храм Господень, просто молился, Бог начал говорить с ним. Даниил, для того, чтобы получить ответ на какие-то свои вопросы, он взял пост на протяжении 21 дня. А что сегодня происходит в твоей жизни? Ты действительно нуждаешься в том, чтобы Бог говорил к тебе? Ты действительно нуждаешься в том, чтобы Он как-то направил тебя, дал тебе слово? Посмотри сегодня в своей жизни, что мне нужно, может быть, от чего-то отказаться. Может быть, нужно что-то пересмотреть, чтобы просто элементарно подключиться к этой Божьей волне. Исаия был в храме и молился. Даниил был в посте и молитве, и Бог начал говорить к нему. Вы знаете, есть такая болезнь, она называется прозапогнозия. Эта болезнь достаточно очень редкая, но это болезнь, когда человек не в силе определять лица людей. То есть это такое состояние у человека, когда он не может элементарно определить своих родных и близких. Они просто все на одно лицо ему. Очень редкая болезнь. Но вы знаете, сегодня, когда смотришь, может, на жизни многих людей, мне кажется, зачастую ты видишь, что у многих происходит вот эта духовная прозапогнозия. По одной простой причине, потому что они не могут определить Божьего присутствия. Они не могут увидеть Божьего лица в своей жизни. Вы знаете, когда мы с вами сегодня читали эту историю про Марию и Елизавету, удивительно, что в этой рождественской истории было так много людей, которые просто-напросто не смогли увидеть Иисуса Христа. Мы помним с вами, когда Иосиф и Мария, они шли, искали место, где бы родить им, искали место этого убежища, этой гостиницы. И написано, что когда они пришли, то их отправили в хлев. Их отправили просто, сказали, вот там есть, ну, просто вот хлев, идите там и рожайте. И вот интересно, что только представьте себе, этот человек, который отправил их, он не смог увидеть лица Божьего в тот момент. Он не смог определить, кто стоял перед ними. Он не смог понять, что перед ним стоит такая возможность, честь и привилегия послужить тому, чтобы Иисус Христос родился в его доме. Потом мы с вами видим Ирода, который сделал все возможное, просто чтобы избавиться от младенцев, по одной простой причине, потому что он боялся за свой трон. Почему? Потому что он не смог увидеть лица Божьего. И сегодня зачастую то же самое происходит и в нашей жизни, когда Бог желает говорить к нам, когда Бог желает иметь какие-то более глубокие отношения с нами. Мы просто-напросто не видим и не понимаем то, что Он пытается проговорить к нам сегодня. Возможно, сегодня, находясь на этом месте, ты думаешь, Господи, но у меня действительно есть какие-то вопросы. Все, что тебе нужно понимать, что Бог сегодня здесь, на этом месте, и Он желает говорить с тобой. Он говорит тебе через свое священное Писание. Он вдохновляет тебя, чтобы ты сегодня пересмотрел, может, свое отношение к окружающим людям, свое отношение к служению людям. Он вдохновляет тебя, может, пересмотреть твое отношение с Ним в тайной комнате. И если мы будем внимательными, то мы увидим, что Бог сегодня, Он пытается проговорить к нам. Давайте мы вернемся к этой истории, истории, которая записана в Луки 1 главе. Здесь записано, я зачитаю с 39 стиха. «Встав же Мария во дни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету». Вы знаете, вот есть вот эта болезнь про запогнозия, но есть также другая крайность. И это, наверное, дар от Бога, когда Бог дает людям возможность запоминать лица. Это уникальная способность у людей, которые могут встретиться с кем-то один раз, и потом на всю оставшуюся жизнь, а не помнить человека. И вот интересно, что в этой истории что-то похожее происходит. Мы видим с вами, когда Мария приходит в дом Елизаветы, и здесь записано в 41 стихе, «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». И во всей этой истории, вы знаете, меня так сильно вдохновляет этот Ян Креститель. Он просто находился в утробе своей матери, ему было 6 месяцев, но Библия говорит, когда Мария заходит к ней в дом, к Елизавете, написано, что когда она услышала голос Марии, то Библия говорит, что Ян Креститель там, во чреве, он возрадовался. И Библия говорит, что исполнилась Елизавета Святого Духа. В этот самый момент, когда ничего, может, грандиозного не происходило, не было какого-то, может быть, пришествия ангела, не было чего-то яркого, просто Мария с Иисусом вошли в этот дом. Не было ничего яркого, Иисус не совершал никакие чудеса, ничего сверхъестественного не происходило. Но в этот момент Ян Креститель возрадовался, и Библия говорит, и Елизавета исполнилась Святого Духа, потому что они услышали голос Марии, они услышали голос Той, которая носила в себе этого младенца Иисуса Христа. А можешь ли ты сегодня, просто находясь в храме Господнем, увидеть, что Бог сегодня здесь, на этом месте, и Он говорит к тебе? Можешь ли ты сегодня увидеть лицо Божье, присутствие Божье? Сказать, Бог, может быть, сегодня ничего сверхъестественного не происходит? Может быть, Ангел и Господний ко мне сегодня не приходят? И во все эти дни поста я еще ничего сверхъестественного не получил, сон мне не снился, голоса не слышал. А можешь ли ты сегодня просто сказать, Бог, но я вижу Твое присутствие на этом месте, и я слышу Слово Твое, которое звучит сегодня ко мне, и говорит, чтобы обратить внимание на какие-то моменты, чтобы подключиться к Твоей волне. Давайте мы встанем с вами на наши ноги. У каждого из нас есть свои вопросы. Знаете, меня вдохновляет, у меня однажды был случай в жизни, когда у нас был очень острый вопрос в семье, я только женился. Действительно, была такая ситуация очень сложная. Я прихожу домой, и я говорю, Леня, Лена, завтра берем пост, нам нужен ответ от Бога. То, что меня вдохновляет в нашем Боге, ты только собираешься поститься, ты только собираешься искать лица Божьего, а Он уже дает ответ свой. Интересно, что ночью снится сон, Бог показывает, что будет происходить, и получает для себя ответ. Знаете, я так был благословен этим, что прежде, нежели мы начинаем, может, молиться, прежде, нежели мы начинаем поститься, у Бога уже есть ответ для каждого из нас. И если ты сегодня еще, может, не получил какой-то ответ, может, если ты сегодня еще в процессе, продолжай молиться, продолжай поститься, потому что Бог слышит тебя с первого дня, как ты располагаешь свое сердце, чтобы взыскать его. Аминь. И давайте мы с вами помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это утро, мы благодарим Тебя за Твое слово, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что слово Твое сегодня звучало каждому из нас. Боже, и может, если есть какие-то моменты, на которые нам нужно обратить внимание, говори, пожалуйста, к нам, Боже, меняй наше сердце, меняй наше мышление, Господь, и особенно в этот день поста, Господь, я молю о том, чтобы мы больше обращали внимание на окружающих нас людей, чтобы мы больше обращали внимание на нуждающихся, Господь, тех, которые сегодня, может быть, взывают к Тебе, мечтают о чем-то, мечтают об элементарных вещах, Боже, дай нам сегодня, в этот день, быть благословением для кого-то. И если сегодня у нас с кем-то испорченные отношения, и мы неправы, и мы понимаем этого, Боже, не дай нам сегодня быть этими людьми, которые просто делают вид, что все хорошо, делают вид, что ищут лица Твоего, но помоги нам развязать, Господь, эти оковы, развязать это ермо в нашей жизни, убрать всякую неправду, Господь, и быть чистым предлицом Твоим, Божиим. Мы сегодня хотим исполнить не свою волю, но мы выбираем, Господь, исполнять Твою волю, Христову волю в нашей жизни. Божий, дай нам сегодня быть, Господь, теми, Господь, через которые, Господь, Твое имя будет прославляться, теми, в которых люди будут замечать Тебя, в теме, Господь, от которого, с общения с которыми, Господь, люди будут переживать Тебя, Твою благодать во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за это Слово, спасибо Тебе за то, что мы могли пребывать в Слове Твом и размышлять над Ним. Мы чтим Тебя, мы любим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и драгоценный Дух Святой, и весь Божий народ скажет Аминь, Аминь. Слава Господу. Я бы хотел обратиться, может быть, кто-то сегодня пришел на это место впервые, и вы никогда еще не принимали свое сердце Христа, и вы действительно понимаете, что вам нужно покаяние. Если вы такой человек, пожалуйста, поднимите свою руку, мы бы хотели помолиться вместе с вами. Если вы такой человек, и вы пришли впервые, вам нужно покаяние, а может быть, вы уже не впервые приходите сюда, но вам действительно нужно, чтобы Бог простил все ваши грехи. Если есть такой человек, пожалуйста, поднимите свою руку. Поверни своему соседу, посмотри, не поднял ли он руку свою. А может быть, ты сегодня смотришь нас онлайн. Я буду вести вас в короткой молитве. Давайте мы вместе скажем эту молитву от всего нашего сердца. Дорогой Господь, пожалуйста, прости все мои грехи. Боже, я осознаю, я грешник. Я нуждаюсь в Тебе. Иисус Христос, я верю в Тебя. Я прошу Тебя, запиши мое имя в книгу жизни. Спасибо Тебе за прощение грехов и дар вечной жизни. Аминь. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, вдруг вы стоите в этом зале, и по какой-то причине вы не вышли сюда наперед, еще после служения мы будем находиться здесь. Вы можете выйти. Мы хотели бы просто пообщаться, помолиться за вас. А если вы смотрели нас онлайн, пожалуйста, напишите в комментарии. Мы хотели бы связаться с вами и рассказать больше о Господе. Пусть Бог благословит вас. Братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. У нас еще будут объявления. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.